Приветствую, уважаемые коллеги, это аналитика компании Титмил, и с вами я, Артур Идиатурин. Покупки золота начинают с середины июля, то есть с середины прошлого месяца. Они у нас приобрели характер мании, или вот стали похожи на такую спешную перекладку в защитный актив, то есть в золото в ожидании какой-то катастрофы. Значит, у нас есть ряд объективных причин для роста золота, но при этом ощущался у нас и спекулятивный порыв. Все это чувствовали, все это понимали, но никто не решался предсказать, где золото развернется, или хотел предположить, где золото развернется. Сейчас мы обсудим, почему. Во-первых, на спекулятивный порыв прежде всего указывает, что вот с середины июля, получается, если мы взглянем на дневной график, вот видно, что получается 17 июля, получается, у нас всего лишь одна дневная свеча была вот отрицательной, да, получается, вниз была она. То есть отрицательная доходность была всего лишь, ну, по сути, один день из трех недель, да, и как бы тяжело представить, что вот это все движение, оно было полностью, ну, рационально как бы обосновано, особенно вот когда вот такой вот дневной рост, такая вот поразительная серия выигрышей у нас просто происходит, да. А также стоит заметить, если мы посмотрим месячный график, да, вот этот исторический хай вот здесь, да, который у нас был на уровне в 1900, получается, 20 долларов за трое скунсу, здесь у нас был прошлый исторический хай, видно, что он у нас был абсолютно беспрепятственно преодолен, это было подозрительно легко сделано, вот здесь никакой остановки у нас не произошло на уровне 1920, вот здесь вот такой был пробой, причем никакой абсолютно коррекции, никакое сопротивление, вам прям вот чувствовалась вот эта мания, о которой мы вот говорим, да, и вот дальнейшее поведение золота, это уже на отметке в 2000, получается, пунктов, вот здесь вот такое преодоление, прорыв, да, получается, выше 2000 долларов за трое скунсу, он уже породил, начал порождать все-таки не совсем рациональные спекуляции по поводу того, где же все-таки золото остановится, куда оно может пойти, каковы его рациональные, реальные цели, и озвучивались такие значения, как в 2500 долларов, 3000 долларов за трое скунсу, даже 4000 долларов за трое скунсу, причем это такую позицию по золоту озвучивали аналитики американских банков, тяжеловесов. Естественно, в такой атмосфере, в такой ситуации было очень тяжело играть в контртренд, да, вот контртрендовые ставки вот здесь делать, очень тяжело это давалось психологически, все это прекрасно, наверное, понимали, потому что непонятно было, когда же вот это, несмотря на вот такую иррациональность, которую чувствовалось, где же это все-таки закончится, может быть, действительно 9500 долларов, это реальное значение, реальная цель. Вот такие, в общем, были очень противоречивые чувства по золоту, поэтому рационально было ждать откат. Трудно было ожидать, как бы, где сыграть на коррекцию, да, где встать. Был ли вот этот уровень рационального действия, нет, неизвестно было. Но вот эта коррекция сейчас произошла, и это, конечно же, стало полегче. Появляются у нас возможности и необходимость обсудить все-таки, что это у нас произошло, что это такое вообще, что это за откат был, да, это какая-то коррекция, да, вот промежуточная, перед возобновлением дальше вот этого тренда, который у нас идет, получается, весь этот год. Или все-таки это сигнал глобального разворота, или все-таки стоит вспомнить, что когда-то, да, в 2013 году вот здесь тоже, получается, люди находились в той же ситуации, и тоже они думали, что этот рост вот на программе количественного смягчения, первая программа количественного смягчения, он тоже там уйдет, золото тоже идет вверх, выше 2000, потому что была угроза инфляции, ощущалась такая угроза. Но это не подтвердилось, и потом вот такой стремительный откат пошел. Вот, сегодня мы обсуждаем, в общем, что же представляет из себя текущий вот такой откат. Сначала давайте посмотрим, разберем основные факторы, потенциальные факторы, катализаторы вот этого 5-процентного движения, которое у нас вчера произошло, получается. Значит, среди потенциальных факторов, которые назывались, это, значит, всплеск у нас был в доходности, доходности казначейских облигаций, там, это индикативные ставки, которые, по сути, показывают, что там, что стоит американская облигация. Ну, мы будем брать бенчмарк 10-летняя, да, американская облигация, будем смотреть вот на доходность ее. Значит, именно по ней у нас произошел всплеск, получается, и он, как бы, у нас являлся, ну, считали, что это у нас вот такой вот фактор, получается, который, ну, сыграл свою роль, да, вот в движении золота. Значит, если мы посмотрим, что же действительно произошло, как бы, по золоту, вот здесь вот видно, что начиная, получается, с 6-го августа, да, видно вот это движение вверх, действительно, давайте перейдем на дневной график, посмотрим, да, действительно, всплеск такого доходности, вот здесь особенно очень резкое движение, да, происходило 11-го, получается, августа. Вырос у нас доходность с 0,5% до, получается, 0,67%. В общем, как бы, тогда же у нас, если мы посмотрим, происходило движение в золоте, вот, переворот, да, вот здесь у нас произошло так же примерно 6-го, 7-го августа, вот у нас движение, да, вниз пошло, первое существенное, вот, и как бы это наводит на мысль, да, то, что есть между всплеском доходности в американских облигациях казначейских, между движением золота, между ними есть какая-то, вот, взаимосвязь, да, но, если мы посмотрим на историю, если мы попытаемся сопоставить графики золота, цены золота и доходности казначейских облигаций, у нас вот такая вот картинка получается, мы здесь, получается, накладываем график, вот у нас золото, на вот эту доходность казначейских облигаций. Вот этот всплеск, это вот этот всплеск, о котором мы сейчас с вами говорили, это вот этот всплеск, который вот здесь произошел, вот он у нас здесь, у нас на графике, я вот хочу обратить ваше внимание на недавнюю историю, мы видим, что всплеск доходности происходил, вот здесь очень сильный, вот здесь достаточно сильный всплеск доходности, да, происходил, Но видно, что все вот эти два предыдущих момента, которые я здесь выделил вот этими прямоугольниками, всплеск доходности у нас не сопровождался вот таким резким обрушением золота. Да, действительно, есть обратная взаимосвязь при всплеске доходности казначейских облигаций, то есть, по сути, падении их стоимости, также откатывается, получается, из золота. То есть, выходит, по сути, из безрисковых активов, да, появляется также золото, выходит, получается, из них инвестор, сокращает и вложение в эти инструменты, если они, вот, видно, резко сокращают безрисковые инструменты трежерис вложения, это влечет в собой рост доходности, они также сокращают свои вложения в золото, также у нас вот снижение получается в том месте золота. Вот здесь это тоже самое проявилось, всплеск доходности, получается, выход из безрисковых бумаг, также у нас происходило вот здесь снижение, получается, стоимости золота. Да, действительно, есть взаимосвязь, мы ее видим. Вот, но последнее у нас это движение, которое мы видим, этот рост доходности, он был значительно меньше, получается, амплитуда его была, она меньше, да, получается, но при этом движение золота было действительно сильным. И это, как бы, наводит на мысль, что вот на основании вот этих зависимостей, что было и больше всплеск, но золото так не двигалось, это говорит нам о том, что этот всплеск, он, да, он, как бы, сделал свой вклад в ослабление золота, заставил некоторых трейдеров или инвесторов продать, да, или остановить, приостановить продажи, да, подумать все прежде, чем покупать золото. Он, как бы, действительно, у некоторой части, у некоторых участков рынка создал вот такие мысли, да, и вот таким решением, получается, он их стимулировал. Но все равно это не является основным, главным объясняющим фактором, о котором сейчас говорят рынки, да. Вот это вот такое небольшое изменение, оно не может сопровождаться вот таким резким падением. То есть, вот такое изменение не может полностью объяснять, получается, вот такое вот резкое падение золота. Об этом мы делаем выводы, исходя из предыдущей недавней истории. Были более сильные всплески, но золото реагировало гораздо меньше. Гораздо меньшее впечатление на золото произвело этот всплеск доходности, который у нас был в июле. На связь золота с рынком казначейских облигаций, с которым сейчас связывает по мнению рынков и многих участников рынка очень многое. На эту связь можно посмотреть немножко с другой стороны. Мы возьмем в качестве второго временного ряда для золота не доходность казначейских обычных облигаций 10-летних, а возьмем временной ряд, который будет у нас доходностью индексируемых на инфляцию казначейских облигаций. Вместо этого графика мы возьмем другой график. Это будет доходность индексируемых на инфляцию казначейских облигаций. Вот здесь она у нас представлена. Можно видеть, что зависимость между доходностью индексируемых на инфляцию казначейских облигаций, еще так называемая реальная доходность по этим облигациям видна, и стоимость золота. Как мы видим, они очень тесно взаимосвязаны, практически вот зеркально видим, да, они повторяют друг друга. Это идет вверх, это идет вниз, вот здесь, вот здесь все то же самое. Это говорит о том, что когда у нас растут, получается, растет цена индексируемых на инфляцию облигаций, а тогда доходность этих облигаций у нас снижается, ну потому что они обратно взаимосвязаны, доходность и цена. Также у нас, получается, растет цена из золота, как мы видим. И наоборот, если у нас растет, получается, доходность вот этих облигаций индексируемых на инфляцию, цена золота у нас падает. То есть падает, получается, вместе стоимость вот этой облигации золота, и также наоборот, если у нас растет, получается, цена этих облигаций, индексируемых на инфляцию, то растет, получается, золото. Вот такая вот у нас взаимосвязь существует, и что она из себя представляет? По сути, когда у нас растет эта облигация в цене, это значит, трейдеры больше опасаются об краткосрочной какой-нибудь инфляции. То есть получается выгоднее вложиться, естественно, в облигацию, которая защищена, получается, от инфляции, да, потому что если ты опасаешься, что инфляция вырастет, тогда цена будет расти. Также, получается, и реагирует у золота, если вот есть опасения роста инфляции, ускорения инфляции какие-то, то золото также будет расти, потому что если что-то теряет покупательную способность, то есть если деньги теряют покупательную способность, то, ну, или активы, да, получается, номинированные в деньгах, да, стоимость, которую в деньгах номинировают, если ты вкладываешься, получается, в бандиты, потом получаешься, возвращаются средства, но их покупательная способность из инфляции, да, она быстрее ослабевает, поэтому выгоднее вложиться также в золото. Собственно, поэтому у нас вот эти две инструмента, получается, индексируемые на инфляцию и облигации и золото, они у нас вместе растут, вместе падают, в зависимости от того, как изменяется вот ожидание участников рынка относительно инфляции. Но вот есть важная поправка, то что, что касается индексируемых на инфляцию и облигации, это более гибкий инструмент, который предпочтительен для того, чтобы, который более чувствителен к ожиданиям именно краткосрочной инфляции, ну, который вот ожидается на год вперед, да, а вот если мы говорим о золоте, то оно больше реагирует на ожидания инфляции, которые там, как бы, у нас на 10, на 5, на 10 лет вперед, да, получается, вот, есть какие-нибудь ожидания, да, вот, и к ним, получается, к этим ожиданиям, как раз-таки, чувствительница на золото. Это единственная разница вот между вот этими двумя инструментами, да, получается, а в плане того, как они реагируют на инфляцию. Эти банды, получается, у нас реагируют на краткосрочную инфляцию больше, золото у нас реагирует больше на долгосрочную инфляцию, ожидания по ней. Собственно, вот мы видим, что, да, действительно, они у нас двигаются, как бы, доходность вот этой облигации и золото, они у нас двигаются, как мы уже с вами обсудили, ну, с точностью, но не с точностью, наоборот, ну, вот зеркально, да, вот очень похоже, что зеркально они двигаются. Так вот, если мы посмотрим, что произошло как раз-таки тогда, когда золото у нас снизилось, обрушилось ниже 2000 долларов, мы видим, что реакция по доходности вот этих бандов, она была небольшой. Да, вот здесь, получается, немножко откатились, получается, грубо говоря, банды, упали в цене, их доходность, соответственно, выросла, но при этом золото обрушилось гораздо сильнее, получается, гораздо. Ну, вот здесь видим. Вот, о чем это говорит-то, ну, на какие мысли это может навести? Если у нас золото реагирует преимущественно на долгосрочные ожидания по инфляции, вот эти банды, индексируемые от инфляции, на краткосрочные ожидания, то резкое обрушение золота при небольшом обрушении вот этих бандов говорит о том, что преимущественно, как бы, изменились долгосрочные, какой-то сдвиг произошел преимущественно в долгосрочных ожиданиях инфляции, на которые, как бы, реагирует, да, получается, золото, а не более чувствительственно оно. Вот. Но, исходя из последних макрособытий, исходя из последних новостей, да, вот, которые на прошлой неделе были, на этой неделе, да, вот, которые мы получили информацию, нет, вот, видимых причин, как бы, полагать, что какие-то резкие сдвиги вот инфляции, в ожиданиях по инфляции долгосрочные произошли. Почему? Ну, во-первых, потому что, если мы возьмем основной, вот, фактор, который, как бы, влияет на вот эти ожидания по долгосрочной инфляции, это, естественно, политика ФРС. По политике ФРС у нас ничего не было, получается, на прошлой неделе, никаких особо больших важных новостей на этой неделе тоже. По фискальной реформе, да, вот, по фискальной сделке в США также нет новостей, как бы, нет у нас никаких вот таких катализаторов, которые могли, вот, какие-то участников рынка заставить думать, что инфляция вдруг резко ускорилась. Ну, есть ожидания, что инфляция резко ускорится, поэтому нужно, инфляция, наоборот, резко замедлится, поэтому нужно, соответственно, продавать золото. Не было у нас таких вот ожиданий, да, что вот резко инфляция замедлится, поэтому, как бы, и нет смысла сейчас вкладываться в усиленное золото. Не было у нас таких ожиданий, вот, и, собственно, из этого можно сделать вывод, То есть это не основной был все-таки объясняющий фактор, который также предложили к обсуждению некоторые участники рынка, некоторые новостные медиа, что что-то произошло с ожиданиями по инфляции. Собственно, так вот золото отреагировало. Видно, что нет, на самом деле не произошло никаких таких сдвигов в инфляционных ожиданиях, поэтому связывать снижение резкого золота с этим тоже не получается. Как я уже сказал, не представляется возможным разворот в политике ФРС, потому что Центральный банк США уже четко нам ясно дал понять, что до 2022 года никакой нормализации политики, никакого повышения ставок. Вот как глава ФРС Джерми Пауэлл завел, мы как бы, ну и цитирую, мы даже не думаем о том, чтобы думать о повышении ставок. Вот такую формулировку он применил, это типа крайняя получается степень уверенности в том, крайняя степень гарантии, что никаких изменений в политике в ближайшем будущем, в повышении, в сторону повышения ставки не намечается. Могут быть изменения только в сторону смягчения политики в дальнейшем. Также, как я уже сказал, прорыва фискальной сделки у нас не произошло. Демократы и республиканцы еще не у нас не смогли договориться, сколько, на что они направят средства, какой будет размер заимствований, что из себя будет представлять эта фискальная сделка и так далее. Не было также новостей, это второй важный катализатор, от которого зависит сейчас стоимость золота, ну потому что это напрямую влияет на то, сколько будет получается предложение бандов от казначейства на рынке. Потому что если финансировать эту фискальную сделку, нужно будет за счет новых заимствований. От предложения бандов на рынке казначейские облигации, которые являются, грубо говоря, конкурентами золота, зависит, как бы, цена золота получается, как альтернативного актива, да, получается. Вот эти два фактора, как бы, они сейчас никак себя не, ничего никак не проявили, ни на прочей неделе, ни на этой, но золото у нас почему-то резко рухнуло. Также стоит вспомнить, что 7 августа у нас был отчет Non-Farm Pay Rows, отчет о безработице, показал у нас небольшой сюрприз в плане роста рабочих мест, но также, как бы, этот отчет очень быстро исчерпал себя. Если мы посмотрим на динамику золота на тот, ой, золото доллара на тот момент, это было, получается, здесь, вот здесь, получается, это было 7 августа. Вот это движение было, вот эта свеча, вот, получается, это движение произошло у нас, и, как мы видим, ну, реакция за этим это исчерпалась. В последний, в дальнейшей динамике не было эффектов, которые, ну, которые, вот, были связаны с отчетом, то есть, не запустился никакой тренд, как видим, пока золото, пока доллар, как мы обсуждали, находится вот в этой консолидации, вот у нас, как мы видим, двигается, да, находится в этой консолидации, вот, и поэтому этот отчет также не мог оказать никакого влияния, по сути, на золото, потому что он на доллар даже никакого, вообще, тем влияния не оказал. Вот, собственно, мы приходим к тому, мы приходим к техническим факторам, получается, ну, фундаментальностные факторы мы исключили, и в золоте мы приходим к обсуждению технических факторов, да, и это как раз-таки фиксация прибыли, которая очень долго назревала. Золото, как мы видим, у нас росло, грубо говоря, начиная с 2020 года, с 1500 до 2000, да, получается, и должна была какая-то коррекция произойти, фиксация прибыли должна была произойти, неясно, где это должно было случиться, не может постоянно вечно расти, получается, рынок золота в том числе. И вот здесь она и произошла, эта фиксация прибыли, но, на мой взгляд, с учетом того, что золото находится у нас на историческом, находилось на историческом максимуме, вот эта фиксация прибыли, которая вот здесь у нас произошла, да, она у нас приобрела такой лавинообразный характер, то есть появился вот некоторый импульс, который позволил различным алгоритмическим, ну, различным алгоритмам, да, подхватить, по сути, это движение и вот усилить давление на рынок. И вот из-за того, что был у нас исторический максимум, на пике, да, находилось, было проще, конечно, продавить рынок, и потому что, как бы, и у тех, кто покупал золото, наверное, тоже схожилось ощущение, что нужно разгрузиться, нужно зафиксировать прибыль, что потом дальше, возможно, было, ну, если у них есть предположение о дальнейшем росте, было проще, удобнее закупаться, почему мы не зафиксировать прибыль, да, и вот это коллективное вот такое движение, коллективная слабость, да, подхваченный алгоритм, она привела, скорее всего, к такому резкому вот движению, к развитию вот такого импульса, к лавинообразному характеру движения, которое мы наблюдаем. Вот, и из этого, как бы, стоит предположить, что так как, ну, вот фундаментальные ожидания по золоту, как мы уже видим, остались у нас, скорее всего, без изменений, факторы роста, которые мы всадили, они у нас нетронутыми остаются, все-таки, не стоит торопиться, вставать у нас, получается, дальше в продажи, ожидать дальнейшее движение, да, ожидать, что это у нас будет глобальный разворот, все-таки, возможно, стоит рассмотреть, сначала, возможно, что золото у нас все-таки еще раз протестирует хотя бы 2000, и уже затем здесь будет формироваться, но более точно можно будет предположить, как бы, есть ли возможность ожидать развития, да, вот этой коррекции, развития этого медвежьего тренда, пока что о медвежьем тренде говорить преждевременно, скорее всего, произойдет у нас тест уровня в 2000, да, и это будет удобным уровнем для тех, допустим, действительно считает, что это глобальный разворот, если, ну, рыночное общество посчитает, что это глобальный разворот, действительно, 2000 у нас будет являться удобным уровнем для того, чтобы организовать вот эту атаку дальше вниз и переломить, получается, тренд. А вот здесь, получается, нет смысла сейчас дальше продолжать продавать, получается, золото, нужно подождать, пока вот эта, получается, коррекция, да, мини-коррекция в рамках этого движения, она закончится, и вот потенциальным уровнем для этого является уровень 2000, получается, но, так как пока непонятно, на самом деле, есть ли перспектива этого движения, да, вниз, понижать ли это движение, потому что, ну, как бы, фундаментально все-таки для золота все способствует к росту, все вот эти факторы, которые у нас есть. Все-таки не стоит спешить, поэтому даже рассчитывать на это продолжение движения, а стоит вот, как бы, здесь, скорее всего, заходить в покупки, вот рассчитывая, по крайней мере, да, на коррекцию 2000, ну, или продолжение, вот, вычего тренда, который есть, потому что, ну, пока не произошло еще важных таких событий, как я уже сказал, которые, вот, позволяют рассчитывать на разворот, получается, тренда. Это все, о чем я сегодня хотел вам рассказать. Будет интересно также услышать ваше мнение, что вы думаете по золоту, по его перспективам. Пишите ваши вопросы, оставляйте комментарии, что вы думаете о золоту. По золоту на сегодня у меня все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в пятницу. Продолжение следует...